Приветствую вас, друзья, по поводу Меладзе. Меладзе, как я и говорил, как я и прогнозировал, еще несколько месяцев назад вернулся и чешет, выступает, в сеть проник фрагмент своего выступления в клубе. И многие возмущаются, что как же так, там совсем совести нет. И многие возмущаются позицией зрителей, что они пришли и аплодируют. Почему нет? Ну, во-первых, скажем, что Меладзе ничего такого особенного тогда не сказал. Ну, по сравнению с тем, хотя бы даже с тем, что говорил его старший брат Константин, который в свое время ждал, но во время Первого Байдана говорил, что Украина это единственная страна, ради которой он готов взять винтовку в руки, даже не Грузии, хотя казалось бы. Вот, во-вторых, если его, я имею в виду, Меладзе, Валере, пригласили, если люди хотят его услышать, то я не понимаю, какие могут быть претензии, что нужно как-то запрещать. Мы должны в Украину превращаться, то есть там что-то сжигать, кого-то привязывать к столбам, пороть, вот это вот все. Да нет, наверное. Просто здесь есть два момента. Во-первых, многие люди просто не знают, допустим, о его позиции. Кстати, даже про Пугачеву и про Галкина, как бы ясно, с массой людей, которые спрашивают, куда Галкин, они вообще не знают про все его выступления, про его вот эти заявы насчет АДСы, про Бучу, про Боинг. Вообще воспринимают его как такого в хорошем смысле клоуна, шоумена, пародиста, артиста, но не как вот человека, который делает какие-то политические заявления в качестве лома. Лом – это лидер общественного мнения всех, кто в Галкин. Вот, это первый момент. А второй момент – есть же всегда люди, которые, что называется, решают вопрос. Люди, которые финансируют. Вот, допустим, там закрыли у нас в самом начале года «Эхо Москвы», там телеканал «Дождь». Я вот всегда был против цензуры и против вот этих вот закрытий. Но я при этом всегда был претензией этих лет против того, чтобы государство финансировало эти средства массовой информации. Их финансировало государство. Их накачивали деньгами кремлевских, через, там, ну, «Газпром». Допустим, вообще «Газпром» – это интересная организация, когда «Газпром», где, там, вице-президент «Газпромбанк», пиарщик «Газпрома», уехал, лишившись вот этой жирной зарплаты своего положения, просто уехал на Украину, взял руки, там, калашников, надел бронежилет для того, чтобы сражаться с москалями, с нами. Это вот до какой же степени, вообще, там, атмосфера должна быть в этой организации, которая десятилетиями финансировала совершенно русофобские медийные проекты. Вот. И люди там по-прежнему сидят. Я не знаю, что они сейчас, кстати, финансируют. На что идут те деньги, которые шли раньше на команду Бенедиктова и на телеканал «Дождь». Может быть, какими-то хитровыебанными путями по-прежнему продолжают финансировать их, уже сидящих в других местах. Кто знает, это, в общем-то, все, что связано с деньгами – это такая вещь. Туда не сунешься, а сунешься – тебя убьют или скомпрометируют. Это, кстати, тоже тема. Так что я считаю, что спецоперацию надо было проводить сперва на предмет понимания про пятую колонну, на предмет понимания ху-ис-ху, кто за кого, кто против чего. А люди, которые, ну, как Меладзе, артисты, ну, они высказались. Сегодня так. Завтра могут как-то иначе высказаться. И не они люди, которые, еще раз повторю, принимают решения, от которых очень много зависит. У нас, вот знаете, как в России поэт гораздо больше, чем поэт, у нас получается, что Меладзе гораздо больше, чем Меладзе. То есть к певцам, композиторам у нас прислушиваются. Хотя это люди, которые систематически выходят за рамки своих компетенций. Ну, что вот вообще, вот тогда вот тот же Максим Галкин, когда он говорил про Бучу, ну, что он знает, кроме прочитал там в каких-то русскоязычных, израильских изданиях, видимо, что это какие-то трактовки. Там же все настолько белыми нитками сшито, настолько вот все очевидно. Если ты, вот, ну, готов заниматься этим вопросом, а если ты делаешь заявление, ну, ты изучи хотя бы вот несколько разных источников. Есть такое понятие, как секонд опини. Ну, посмотри, что те пишут, что эти пишут, сравни и прикинь голову. Нет, нет, проще, проще вот просто вот послушать, что за столом все эти, про миссия Пугачева говорят, и потом высказаться в интернетах. Ну, опять же, повторю то, с чего начали. Многие люди просто не знают про ту же позицию Максима Галкина. Поэтому его ждут. Гораздо хуже есть те, которые знают и ждут. И гораздо еще хуже этих, те, которые знают, ждут и подначивают. И говорят, ну, что все будет хорошо, все будут в шоколаде, все будет Украина. Вот так вот они действительно такие, все будет в Украине. Не дай бог, не дай бог. Что касается дискредитации Украины, я как начальник пресс-службы в Газпроме отрабатывал эти тезисы. Основной тезис был у нас показать, что Украина недобросовестный транзитер российского газа. Но это я сейчас мягко говорю. Мы формулировки не особо подбирали, называя, что Украина ворует газ. На этом строилась наша информационная компания. В 2009 году Украину ведь обвинили в том, что это она перекрыла в результате газа. Это не так. Газ, который шел транзитом через Украину, был перекрыт Газпромом на территории России. Обвинили в этом Украине. А про Путина я думаю, что его нужно судить. Судить и повесить. Я могу сказать, что я уехал из России 2 марта. Это был непростой маршрут. Непросто было, скажем, попасть в Украину. Я по разным соображениям пока не могу говорить, как это произошло. Но было непросто. Я приехал сюда, чтобы защищать свою родину. Потому что война началась в том числе с моего родного города Ахтырки. Это один из первых городов, которые подверглись бомбардировкам. Мой отец, который все это время там жил, месяц провел в холодном подвале. Да, это была та цель, которую я объявил и на границе, когда сюда приехал. И я надеюсь, что все-таки у меня это получится. Пока мне сказали, что я... Мне, знаете, как сказали, у нас здесь своих хватает с боевым опытом. У меня нет сейчас страха. Люди, которые живут в России, там есть, на мой взгляд, масса людей, которые находятся на этой грани, когда, может быть, один шаг нужно сделать, и они перестанут бояться. Мне кажется, что... Мне не кажется, я убежден, что будущего у России нет. Как у страны большой даже. Я думаю, что эта страна в результате развалится. Я думаю, что... Путин, он уже привел Россию к катастрофе. Понимаете, то, что происходит сейчас, это уже катастрофа. Предохранитель! Игорь, ну как? Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в Легионе Свободы России. Парни из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной, присоединяйтесь. Парни из России. Игорь, да.